Некоммерческие организации 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 наиболее актуальны. И в решении каких вопросов на сегодняшний день реально может способствовать НКО? В республике на сегодняшний день мы видим одну из главных проблем – это уровень жизни населения. Среди нас, к сожалению, есть много людей, семей, которые являются малоимущими слоями населения, живут за чертой бедности и так далее. Поэтому одна из главных проблем – это проблема вот эта. Есть другие проблемы, общие проблемы, которые… Это проблемы экологии, которыми также занимается некоммерческий сектор. Глобальная проблема в молодежной среде – это влияние негативных субкультур, в основном извне, которые идут через всякие рода передачи, средства массовой информации, интернет и так далее. А проблема наркомании, игромании, алкоголизма – все эти проблемы являются нашими общими, поэтому некоммерческий сектор так или иначе задействован. Также есть проблема в оказании качественных медицинских услуг, когда они стоят либо очень дорого и не подсильно определенной семье, либо же они вообще невозможны в Российской Федерации, что приходится выезжать в другие страны и так далее. Вы сказали, что одна из актуальных проблем сегодняшнего дня – это проблема бедность. Скажите, есть ли помимо, на ваш взгляд, ваше мнение, есть ли помимо, допустим, разовой помощи, вот вы собрали деньги, семье не хватало на еду, купили еду или помогли деньгами, а есть ли, на ваш взгляд, какие-то моменты, какие-то механизмы, которые могут воздействовать, чтобы преодолеть вот эту проблему. Вот что можно сегодня сделать такого, чтобы в республике, какой путь вы видите, чтобы как-то преодолеть эту бедность? Я не знаю, насколько удастся, но, в принципе, мы, как некоммерческий сектор, больше сейчас пытаемся даже концентрироваться на начале своего этапа деятельности. Естественно, мы как бы закрывали именно самые необходимые потребности. А это не может породить иждивение? Сейчас мы понимаем, что порой такая деятельность ведет к некой иждивенческой составляющей среди многих. Поэтому мы сейчас вырабатываем такие технологии и методы для того, чтобы в целом улучшить состояние конкретной семьи. То есть поднять, не дать, а там рыбку, а дать удочку для того, чтобы человек мог сам ее словить и принести домой. Поэтому есть такие программы. Вот в рамках благотворительного фонда территории милосъездия, например, который входит в ассоциацию благотворительных организаций во благо, людям покупается и крупный рогатый скот на дом для тех, кто хочет иметь корову, доить и так далее. Покупается домашняя птица, утварь всякая, которая поможет в хозяйстве. И мы видим эффективность того, что многие семьи, они потом уходят из учета. В разговоре вы затронули еще одну тему. Это тема недоступных лекарственных средств, медикаментов, дорогостоящего лечения. Люди зачастую бывают ленивы даже в отношении себя. Человек заболел, ребенок заболел. Сразу начинают искать какую-то клинику, где стоят бешеных денег лечение и так далее. Все не удосуживаются обратиться в Министерство здравоохранения Карачао-Черкесской республики, где вполне возможно на те болезни, которые их постигли, существует определенная квота. Могут направить в какие-то федеральные центры по этой квоте на лечение и так далее. И заметно удешевится само лечение. И начинают объявлять сборы. У нас принята определенная система оказания такой помощи. Во-первых, у нас работают, как добровольцы, много врачей, серьезных врачей, которые рассматривают документы пациента в данном случае, вырабатывают для него определенный медицинский трек. То есть, что он должен сделать пошагово. Первое, пойти в Минздрав, получить квоту. Второе, пройти те обследования, которые нужно пройти здесь по месту. Все, что делается по линии ОМС и так далее. И вот такие. И мы исключаем одно за одной. Получается, иногда человек хотел миллион на лечение, а обошлось ему в 70 тысяч какие-то дорога, билеты и так далее. Такое бывает. К сожалению, бывает и другое, когда нет никакой другой возможности лечить в России. И приходится выезжать за границу. Здесь есть очень большие сборы, бывают. Вы, наверное, слышали, что в прошлом году у нас было два больших сбора для мальчиков из Кабардино-Балкарии. Потом у нас еще были. В общем, за последний период, за один год, наверное, в Карачао-Черкесии оператором этих сборов был фонд территории Моноседия. Но все фонды, все благотворители, ассоциации, общественный совет при МВД и так далее, все общественники помогали в решении этих вопросов, сбора денег. Общими усилиями за год около 500 миллионов рублей удалось собрать на те или иные дорогостоящие виды лечения. Поэтому это тоже колоссальная сумма для таких маленьких регионов, как КЧР, КБР и так далее. У нас основная цель – подсказать наиболее эффективный, оптимальный способ для того, чтобы решить проблему. И потихонечку с этим справляемся. Поддерживается ли деятельность НКО органами государственной власти? Есть ли у вас какое-то взаимодействие? По поводу взаимодействия между органами власти и некоммерческого сектора Карачао-Черкесской республики могу сказать с большим удовлетворением, что он является примером для многих регионов Северо-Кавказского округа. Об этом говорят представители некоммерческого сектора других регионов. которые знакомы с нашим опытом взаимодействия. Мы всегда находим отклик в работе органов государственной власти. Вместе мы преодолевали и ковид, и все остальные напасти, которые у нас были. Некоммерческий сектор со своей стороны оказал существенную помощь органам государственной власти в борьбе со всем этим. Поэтому сегодня оказывается немалая поддержка некоммерческому сектору. Могу сказать, как депутат Народного собрания, у нас до сих пор не так много оказывалось грантовой поддержки на некоммерческий сектор. Но вот в этом году решили, что по линии Минтруда практически в 10 раз увеличивают поддержку некоммерческого сектора. доходит поддержка до 5 миллионов рублей. Плюс к этому можно сказать, что если 5 миллионов рублей выделяет бюджет республики, то президентская программа грантов России тоже выделяет 5 миллионов. Итого у нас 10 миллионов – это будет уже хорошая сумма для того, чтобы на грантовой основе выявить лучшие проекты некоммерческого сектора и помочь в этом плане. Судя по описанным вами ситуациям и озвученным суммам сбора, оказываемой помощи, у нас население Карачао-Черкесии тоже довольно отзывчивое. – Население поддерживает, население тоже участвует непосредственно в решении этих вопросов. И мы очень благодарны тому, что все население Карачао-Черкесской республики всегда отличается жертвенностью, добротой, подходом. К сожалению, во многих случаях вот эта доброта их приводит и к мошенникам разного рода. – Мошенничество в сфере благотворительности, неужели такие случаи тоже бывают? – Ну, к сожалению, такое бывает. К сожалению, такое бывает. Мы с этим боремся, пытаемся выйти с определенными инициативами и в законодательные органы, и регионов, и, в общем, на федеральный уровень, поскольку это большая проблема. Здесь отследить очень сложно и так далее. Единственное, это, ну, наиболее эффективное на данном этапе – это постоянное разъяснение населению. В этом плане мы тоже есть в ассоциации, во благо определенный план на работу с населением, проведение круглых столов, там, информационных буклетов и так далее, и так далее. Поэтому надеемся, что это тоже возымеет свой эффект. – Расул, благодарю за то, что вы нашли время прийти к нам в студию, и спасибо за интересный рассказ. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!